Индия запустила исследовательскую миссию к Луне. Ракет-носитель с космической станции Чандрайан-3 и луноходом на борту была успешно отправлена в пятницу с индийского космодрома. Высадка запланирована ориентировочно на 24 августа, после чего аппарат начнет работу там в течение 14 земных суток. Это третья попытка Индии запустить миссию к Луне. Последняя была предпринята 4 года назад. Тогда станция столкнулась с проблемами при посадке в последний момент. Посадочный модуль разбился о лунную поверхность. В чем заключается индийская исследовательская миссия, какие планы сейчас у Роскосмоса, комментирует исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. Фактически сейчас речь идет о повторении миссии Чандрайан-2, которая была неуспешной, тогда не удалось осуществить мягкую посадку. Сейчас они, оправившись после пандемии, эту миссию стартовали. Она состоит из двух модулей. Это посадочный модуль и луноход. Оснащены они достаточно современным комплектом научной аппаратуры, в первую очередь с целью геологических исследований Луны. Но я бы все-таки назвал основной целью миссии не какие-то сугубо научные изыскания, а, в общем-то, то, что называется у моряков демонстрации флага. По поводу нас есть какие-то интересные проекты сейчас? В последние десятилетия хвастаться не так много, чем мы можем в области космических исследований, но, тем не менее, вот в лунной гонке мы тоже участвуем. И Луна-25 должна быть запущена, если не ошибаюсь, примерно через месяц. Это будет посадочный модуль, тоже с достаточно современным набором аппаратуры. Я не сомневаюсь, что все это даст вклад в фундаментальные исследования, хотя мое личное мнение, что Луна как объект освоения космическими аппаратами особенного интереса не представляет. На Луне, на мой взгляд, делать, в общем-то, нечего, кроме того, как поставить там флаг. У нас есть очень хороший опыт сотрудничества, в первую очередь, с Европейским космическим агентством в области исследования Марса, Венеры. Были даже попытки, на мой взгляд, абсолютно нереалистичные сотрудничества с Соединенными Штатами. Сейчас это все понятно в прошлом. Какого-то серьезного сотрудничества с Китаем, например, у нас пока что не налажено. Поэтому я достаточно скептически смотрю на продолжение каких-то активных исследований того, что называется дальним космосом, в рамках нашей федеральной космической программы. У нас есть определенные планы сотрудничества с Индией по исследованию Венеры. В частности, вот наша российская аппаратура принята к установке на борту индийской миссии к Венере в Украин. Но когда это состоится, какие-то конкретные сроки, пока что индийские коллеги не называют. Александр Родин, МФТИ. Эксперт отмечает, что Индия сделала большие успехи в космических технологиях за последние полтора-два десятилетия. Если миссия пройдет успешно, Нью-Дели обойдет так называемый лунный клуб. До этого успешной высадки удавались только СССР России, США и Китая.